Очень разные подходы, разные форексуальные формы, кто-то с болотным рассказывал про позитив, оптимизм и так далее, кто-то серьезно собран. Расскажи, ты реально оцениваешься сейчас как самый важный отдел жизни, поэтому не хочешь чуть-чуть прослабиться и повеселиться? Да нет, на тренировках стараемся быть концентрированы за пределами, все смеемся и шутим, все позитивные ребята. На поле-то кажется, что все загружены, за полем по-другому. А ты говоришь, что после тренировок расставляется, как у кого-то с собой более гордостью, как в турнире, в представку, еще что-то, что играет? Ну и в представку играют ребята, так тихий час у нас, спим, восстанавливаются процедуры, больше времени уделяем, конечно, восстановлению, в свободное время. В шахме, то есть, с иноменом не играешь? Нет. Все, ладно. Весной был непростой период, когда они молодежь, что играли датчанам. Действительно, французы датчане были настолько сильнее в работе с мячом, в интенсивности, ощущение как европейский уровень, того скажите? Ну да, во Франции, в Дании очень хорошие футболисты, все индивидуально сильные команды, в целом не сказал бы, что сильные команды, но за счет мастерства, наверное, они нас переиграли. В чем это проявлялось? Они действительно быстрее принимали, лучше принимали, лучше отдавали? Ну да, это во всем проявлялось, и в работе с мячом, и в принятии мышления, во всем. Ну, Дания очень хорошая соперник у нас был. Даже для меня Дания посильнее, чем Франция была. Ну, вот опять же, у нас сейчас Дания играет взрослая сборная, не было ли ощущения, что, блин, ну, раз там такое, не сейчас может повториться то же самое, но разрыв между нами, и вот, ну, Европой, многими представителями, все-таки очень большой. Ну, наверное, молодежный чемпионат Европы и главный, это, наверное, разные вещи, не знаю, видим, посмотрим, как будет. Понятно, что Дания и взрослые, все-таки соперники, но со всеми можно играть, со всеми надо бороться, шансы все равно есть у всех новых. Кто-то на тренировке сборной России, кажется, самым техничным, неплохо сложнее всего одни от меня, и чем сложнее всего в единоборствах, один на один. Ну, и единоборств, наверное, Дюба, он большой мышный нападающий, а если мяч внизу, если мяч внизу, ну, Леша Миранчук и Головин, встанет. Насколько тяжело и вот, насколько нервирует эта ситуация, что 1 июля, это отцепь, это, не знаю, или это будет, или ты, ну, как спишь на чайном, я не знаю, к работе, куда-то... Да нет, все спокойно относятся к этому, все тренируются, работают, пашут на тренировках, как будет, так будет, тренерский штаб решит. Я не знаю, ну, конечно, я расстроюсь, но как без этого-то, значит, это будет во благо команды. Все? Нет? Саша, все? Не хватает Арсена Захаряновича сборной? Вообще, чем он для тебя крут? Такое открытие сезона, для многого мы сегодня признали лучшим игроком сезона «Динамо». Чем он крут? Ну, я не знаю, чего вы признали лучшим игроком «Динамо». Ну, молодой парень, хороший, перспективный, хороший с мячом, удар по Сталину. Ну, пока рано, что вам поговорить, ему 18 лет всего, время покажет. А вы общаетесь с ним? Да, с ним. На телефоне. Да, у меня рождение было недавно, поздравил там. Да, вчера, да. Как он сейчас чувствует, что он все не поместит? Ну, нет, еще немножко болеет, говорит, по кровати лежит. Так, потихоньку выздоравливается, хорошо. Есть еще? Ну, перед Бельгией многие спрашивали про Лукакову. Ты знаешь, как его остановить? Ты готов рождаться? Ну, нам тренерский штаб подскажет, как его остановить.